Мы проводим мониторинг на предмет соблюдения масочного режима. Да, пойдемте. Температуру проверяете? Да, конечно. Самарское время 0 часов 0 минут. Один из популярнейших ресторанов Самары забит под завязку, но в пределах разрешенной нормы. Этой ночью здесь отдыхают 300 человек. Управляющий заведением утверждает, масочный режим выполняется неукоснительно. Проверяющий подозревает обратное. Им поступила жалоба от гостей заведения на то, что персонал не носит маски. Сотрудникам данного предприятия, именно бармена, не соблюдалось. То есть он был без маски. В связи с этим был проведен повторный мониторинг. Мы стараемся в кратчайший срок реагировать. Жалоб на самом деле поступает очень много. Да, поступает очень много. Нам приходится каждую из них отрабатывать. Но вот сейчас мы провели мониторинг и нарушений никаких не выявлено. Проверка показала запас масок и дезинфицирующих средств, как и положено, есть на неделю вперед. При входе у гостей ресторана измеряют температуру, предлагают надеть маску. Ходить между столиками можно только в ней. Охрана тщательно за этим следит. Рассадка идет вообще не плотная. Люди все в масках, ни с кем не поздороваться, не пообщаться. Все очень сложно. И здесь такая команда, что просто нельзя не соблюдать правила. К персоналу тоже особые требования. Но сотрудники говорят, что всегда в масках. Средства индивидуальной защиты стали для них как вторая кожа. У нас есть внутренняя служба безопасности. Нас смотрят по камерам, то есть накладываются штрафы на персонал. При условии, что даже если маска будет спущена вот таким вот образом, если по камерам это будет все отсмотрено, нам приходят картинки, так же, как на предметы разных других ситуаций, и нас штрафуют. У нас внутренний контроль еще ведется по этому моменту. Поэтому ребята тоже все приученные к тому, что это важно. Это безопасность. Проверили в ресторане документы учета проводимой дезинфекции. Согласно им, через каждые два часа здесь протираются все контактные поверхности. В систему вентиляции поступает спецраствор, обеззараживающий воздух. Также проводим рейды по предприятиям торговли. Они у нас ежедневные. И офисные центры. Ну, ссылается руководство на то, что все все знали. До исполнительной было это все доведено. Однако же кто-то где-то не дорабатывает. За ночь только в Октябрьском районе Самары на соблюдение масочного режима проверили около десятка ресторанов и баров. Четыре из них повторно, поскольку при первой проверке там были обнаружены нарушения. Теперь все недочеты там устранены. И самарцы и гости города теперь могут отдыхать после рабочей недели в полной безопасности. Ольга Павлова, Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.